...наступны в Великой Армии, в России практически по всем губерниям европейской части Российской империи. Все они на определенный срок были инфлямируемы различные слои российского общества и тесно общались с местными населениями, так как размещались по квартирам обывателей и трестнадцатых домов, причину приглашения у дворян. Основываясь в основном на мемуарах самих гривенах, рассмотрим, как развивались их взаимоотношения, например, нескольких получших губерний. Но если это обратить внимание, то это губерния внутренняя, то есть война и незаконная. Партия пленок, в которой находился польский врач Вешки, проходила через Нижний Новгород в конце 1712 года. Пленные были размещены на городской окраине и им было запрещено ходить в нормальный. Вешки и его товарищи водор, пользующиеся на правах офицеров относительно свободы передвижения, озаботились по использованию водки. Такое-то доброе мечтение позвал их к семье и не только их на храме, но и другим пленам послал подкрепиться. Казельный имел домом большие запасы водки и как только опустошался от амбука, на столе тут же появлялась другая. Вешки признавался, что никогда жизнь не пил с другом. Вскоре вместо стоянки пленок из дома стали подходить местные жители и нести еду, отрежку и деньги, так что пришлось их даже останавливать. Наутро незадолго до входа партии к лагерям пришли многие горожане, и Пешки разговаривался со знающим немецкий язык господином. Тот уверял, что пленные болят истории будут отпущены на свободу. Французский капитан Широн, прошедший 10 месяцев в Семенове, Международской губернии, был частным гостем в благородном доме. Жители здесь были приветливые. Широн написал один из приемов. Сначала гостям подали кофе, после чего принесли водку, которую все должны были пить из одного кубка, приветствуя друг друга. Водку с ним выполненные настоек, после чего пригласили к столу. На обед были поданы большой пирог, закручивали цепленок и пиво. Закончилось все французским вином и пуншем. После этого городичий пригласил офицеров в свой дом. Там состоялась ракета, включавшая раку, соленые грибы и обувицы, сопровождающиеся донским вином, водкой и настойками. Широна заделал, что никто не приветствовал и кричали, хотя бы от варенина говорили по-французски, и что гости должны были обслуживать себя сами. Затем французам довезли в закрытый дом, где их ждали различные варенья, арбузы, снова винные пуши. Широн написал случай, когда один пленный офицер, говорящий по-русски, был приглашен хозяином квартиры, который жил на ужин. Они хорошо выпили, из тех, кто настолько сложил им голову, что хозяин поставил, и подтянул гостью тоже, что он француз. В результате произошла драга. Кроме того, французу не раз приходилось драться с крестьянами. Мемористов принял местных торговцев, в том, что они специально завышали цену на товары, которые хотели приобрести плену. Широн отмечал доверчивость крестьян, которые часто становились агентом, чтобы устремли. Один французский солдат рассказывал, что на первом месте третий класс между лопаток и может видеть за 40 верст позади себя. Крестья неспуганно обсуждали это между собой, что вывлекало солдата, заставляя их выдумывать все новое власти. Но французы сами становились объектами розыгрыша. Умельникова, Печорского читали. И все в качестве пленных офицеров попало, полковник даже один. На зиму в город помещики съехали, сознакомились с французами и по русскому добродушию, приютили их, приголовили. И разговаривали с пленниками с ракушевым хозяином про то, что летом надо ждать. Не запрет, говорят Наполеон, своего срама, много войска сберет, опять на Россию накрянет. А вас все истечено, весь молодой народ задан в полки, не забраваясь, вам не справиться. Капитану с правильным случился путь, говорит он французам. Правда ваше, много народу у нас на войну ушло. На это беда еще не великая. Медведи полки на французах пошли. Пленники смеются, а из-за родников уверяют. К самому вере на грязне полк медведя учился, что и он вобрал с молитвы службы, уже привыкли. Военный артикул должен выкинуть. Вослезавтра Милоса бросил ко мне на пленник, и две же батареон на смотан на предстатки. А медвежанин по белому свету шатались только летний пароль. Зимой все дома повестили его от исправника, чтобы они вели медведя в город к какому-то дню. Навелись в грязь тысячи, поставили ряда местами, заставили палки на плечо, скидывать в отрасльность, как малые ребяты, дару пароль. А исправник французам говорит. Это уже не приемный момент, боевые ползать учаются. Дима француза дались, давно отписали, сами своими глазами в невеже, что они уменьшили. Можно, конечно, не принимать цитатую с художественного произведения всерьез, если бы не факт, что все врачи действительно находились пленны, а затем подполковник и действия графика. По свидетельству очевидцев, отзывайся, как бы было бы деятельно этих болезней, издуренных, оборванных людей. Помню, как эти бедные сродальцы повторяли обрученные имя слова. Хлеб и соли. Сердогольная матушка старалась, сколько можно их угарнить, но не терпела в простоте своего сердца сказать. Злодеи, зачем же вы к нам зашли, что они сиделы с домом? На это один из пленов, вероятно, поляк, отмечал довольно правильным русским произношением. А если ваш старик любит своим солдат в Индии, куда-то разве они не пойдут? Проезжавший через губернию Баварска капал Бюклер писал, что проживавшие здесь в тихи, через миссию Ваши и другие народы, хотя и относились к пленному сочувствию, но не могли поделиться продовольствием, так как сами мало что имеют. Когда же они пытались купить хлеб в обороне из Русской, те отмечали, что французы не христиане, поэтому если им дадут хлеба, они его сами больше не соберут, потому что хлеб растет только для христиан. В сведяшке Казанской губернии прибывавшие сюда пленные, в том числе французский хирург Фюзиев, встретили исправника, который пригласил офицеров в гости и усадил в запад. Вскоре пригласил себя командир местного гарнизона. Как только другие дворя не послышали, что пленные побывали у исправника и коменданта крепости, они принялись на перебой приглашать их к себе в гости. Всякий раз французов заставляли ответы с множеством блюд и скверных напитков. Пленные офицеры жили неразлучно везде и всегда появлялись вместе. За это их уважали при послении, мещане и пристрече с ними почтительных лагинств. К хирургу сейчас уговаривали остаться здесь на жительство. Его постоянно приглашал к себе хозяин винного склада, который часто болел. Поскольку он получал московские газеты, то заодно доводил почитать их. Если француз что-то недопонимал, он цепили его разъясняем. А в этом доме его всегда хорошо принимали, как только приходили газеты, за ним посылали сани или дрожжи. Если было очень холодно, спугатый носил их в Фюзиев доме. Встешние жители никогда не слышали его резерва, и по итогу Фюзиев согласился с отцом Ивана Ивановича. Все знали его под этим временем. Получив известие о возвращении домой, Фюзиев от лица всех пленов благодарил городничку за заботу и внимание и просил передать всем жителям, что французы будут вечно признательны им за уважение, с которыми с ними обходились. Когда вечером пленные устроили праздник, на него сбежались посмотреть как горожане, так и жесткие окрестные деревни. Официально присоединились в дворяне, а остальные заполнили соседние крыши. Пленные были песни своей родины, а дворяне их всячески погладывали. На следующий день огромная толпа сбежалась посмотреть на их отъезд. Встал уже при Симбирской губернии, итальянский лейтенант Бадж познакомился с дворянами Вильковича, в чьей дом уже были вхожи прибавшие ранее французы и итальянцы. Здесь ежедневно обедали 5-6 пленных офицеров. Кроме того, старая госпожа Вилькович приказалась на фейд солдат мяса на хлебе. Баджи и его товарищи в Пакеоне также стали за секторами этого дома. Обладая их хорошими голосами, они были всеобщими любимцами из-за их песен и игры на гитаре. Их на перебой приглашали на обеды и ужины, делали различные подарки. Часто устраивали станции, как-то на приеме угородичного в пакеоне и хозяин дома пикнули столько сперкнул, что по окончании праздника их нашли спященном объеме под диваном. В Доме Вильковича была популярна игра в АТО. Каждый офицер должен был называть в их уши числа, и так многие быстро научились читать по-русски. Здесь Баджи расширил свой песенный репертуар, выучив несколько русских песен. Он не понимал, о чем пил, но его выступления пользовались неизменным успехом. Однажды следствие общества совместно с пленными офицерами поставил Пьерсу Мальярс Капен на французском языке. При отъезде пленных из Ставрополя госпожа Мелькович подарила Баджи 25 рублей шарик, корку и шапку. Еще 10 рублей прислала ее дочь. На прощальном завтраке у Мельковича присутствовало более 20 пленных офицеров, и с обеих сторон было кролико немало с русскими. По пути домой большая группа итальянцев содержалась в концу. Чтобы время шло быстрее, это солдат наделал марионеток, и пленные развлекались постановками традиционных итальянских камений. Они привлекали не только итальянских офицеров и солдат, но и русских жителей, которые, хоть и не понимали ни единого слова, но смеялись тогда, как и смеялись итальянцам. Канедиям добавлялась песни «Вашей кукионии», и эти представления неоднократно посещал Городничий и другие господа. Однажды Городничий, сам устроен для пленных развлечений, пригласил на реку на реках. Швейцарский интер-офицер Мино отмечал, что удаваемого в пути до сибирской продовольствия не хватало, и они покупали его у местных жителей. Однажды Городничий, он так сильно обморозился, что не чувствовал тела. Когда пленом определили деревню для построек, он зашел в первый же дом, но упал так мертвым. Хозяйка старой русской женщины в виде беспомощной швейцарцы принесла деревянные корыта, полная холодной воды, добавила туда снега и растиралась его постояльцем, и постояльцем, пока его прочь не возгновили подвижения. После этого милосердная женщина накормила пленную тем, что нашлось в ее бедном доме. Мино в своих молитвах всегда вспоминала эту женщину, уставшую ему жизнь. А вот в уезде в Самаре отношение к плену со стороны обывателей было сложным. Когда первая партия пленок в осенью 12-го года проходила через город, граждане сочувственно относились к ним, женщина выносила больную в виду. Когда же пленные остались здесь на жительство, между обывателями и французскими солдатами сложились напряженные отношения, некоторые хозяева квартиры портили печь и выставляли в окна и не давали посуды, оправдываясь тем, что французы обоганят его и береги от зайцев и никогда не крестятся. Городничий второк рапортовал сибирскому губернатору. Ежедневно озвавляются они жителями названием собак и свиней. Не было прохода ни одному французу по улице, чтобы его толпы ребят и даже взрослых людей не грозили как собак, несмотря на запрещение от меня. Ругали, били, толкали в снег, бросались на флаг грязи. После известия об освобождении плены самарские дворец не устроили торжественные проводы. Второ вспоминал. На берегу Волги у переправы расстали историки, разослали дороги, разложили завтрак. Нижние чины были выстроены на берегу, офицеры приглашены в наш кружок на возвышение. Солдатам выставили несколько ветер вина и две сотни калачей. Офицеров подчинали мы. Я послал сказать солдатам, чтобы они били за здоровье нашего государя. Им поднесли по стакану вина и увидели мы бросаемые вверх шапки и услышали клик несколько раз повторяемый Библию М. Офицеры были довольны угощением, благодарили нас и отпрощались. Посадили их в несколько лодок и лишь отстали от берега, как на всех лодках, полетели опять шапки вверх, раздались крики и вывлек поменданта самаром. Французский филот Бельсия отвечал, что с момента прибытия в Саратовскую губернию плены почти на каждом шагу встречали со стороны населения выражение симпатии, причем не только в деревне, но и в городах. Дамы проявляли крики особенное сочувствие, а все уходящие партии отправили в Террию в теплой очереди в область. Жена Сержуковского городища распорядилась передать крики врачу походную аптечку, а ее муж картину с продовольствием вывернул специально для офицеров. При езде же в Саратов горожане относились к пленам даже различно. Такую разницу в приеме Версия объясняла тем, что в других местах плены передвигаются пешком, с трудом передвигая ноги, в их внешнем влезе вековом метец сливы сражения, в губернский шагу плены ехали на санях успеху забыть о прошлых решениях. Позже, занимаясь медицинской процедой, Версия заслонила уважение горожан помечен. А вот припасные крестьяне, которых врач по просьбе их хозяина отнеслись к имощной доверием, если бы не присутствовали помещики, не стали бы отвечать на его вопросы и пополнить подписание. Когда в Саратове узнали о подождении русских войск во Францию, Версия был вынужден прекратить посещение некоторых домов, чтобы избавить себя от необходимости выслушивать обидные высказывания в адрес своей Родины и ее императора. Лишь супового сарказма. Проживавший в Саратове горной репшир эскадрон и шлем фон Винтерштепт из городских жителей особо выделял купцов, которые произвели на него неприятные впечатления. Всякий раз, когда пленные появлялись на базаре со стороны следового ругательства, которое распространяется от лавка в лавка. Только когда удавалось отметить темнорусскому языке резко и грубо, восстанавливался мень. Как правило, пленным приходилось оплачивать все на порядок дороже, чем прочим жителям. Уездный Петровский со стороны некоторых горожан пленным был оказан не очень приятный прием. Хазейн из бортовой пешки первоначальной жилой квартиры бронился с утра до вечера, поэтому постоялец было лучше забираться от него в своей комнате. Позже поляк переехал к приглашению городничего к нему на квартиру. В семье Голорян пешки находил как работа по специальности так и дружелюбное расположение. Его имя, измененный на русский манер, Сануэл Федорович вскоре приобрел известность также среди от местных христиан. И так, при транспортировке военнопленных отношения пленных офицеров и солдат в жительстве в основном развивались без отличия в их звании, по прибытии журналистов проведения плена отношения разделялись по социальному признаку. То есть ранее только остались с разными. Если резко негативные эмоции между ними были достаточно ревки, конфликт приносили в основном в родовой операции, а поведение самих пленных во многом определяло отношения к имени со стороны администрации и обывателя. Это, в свою очередь, позволило впоследствии многим участием на событии с хорошими чувствами вспоминать о том времени, когда война сверла и кризис. Спасибо за внимание.